записываю так всем привет здорово будем брать интервью у мега крутого чувака и игрока вот егора маркелова егор кстати я так понимаю что ты будешь в этом году уже топ-3 по статистике наш лтв орд как ты думаешь какое место ты в этот раз займешь 3 3 а кто тебя в этот раз обогнал с форестом ойс фореста мне уже тратит мне убить детрайтон но я надеюсь что в этом году все-таки первое место должно быть будет у заслуженного человека и гора расскажи вообще как делишки как ты про отметил вообще праздники вообще как настроение скоро впереди чемпионат нормально здесь новый год рождество отметил шикарно просто в кругу друзей семьи дома без разъездов без поездок короче без выпивки что не зато не обошлось конечно но и культурно когда культурно все хорошо мирно да потом рождество там но рождество да тоже в шикарно все все короче отмечено идеально то есть ты по отдохнул по полной полон силы готов именно жестко убраться до беруся же какой день это хорошо ну скажи как ты вообще оцениваешь вот шансы своей команды на ближайшем турнире которого пройдет буквально отлично начнется послезавтра как ты вообще видишь форму какая у команды сейчас индивидуально очень хорошая форма и но как бы командно есть свои пробелы то есть не знаю посмотрим если все пойдет хорошо и никто там не будет нервничать наш у нас будет все получаться серёжа будет жестко капитанить то будет все четко я думаю выйдем с группы и я думаю там из первого или со второго места и будем играть уже плей-офф а там как пойдет короче как всегда позитивные я бы скажи пожалуйста вот ты знаешь такую мышку кана да он там вот вижу ты на ней играл нет это не девушка это игровая мышь ты на ней не играл на слышал они вообще что да как что слышал вообще просто то новая мышка бы ура старик на ней играет значит она четко я понял но я думаю этот актуален будет уже вопросы задать уже устали цена да вот и горе на самом деле хотел и думаю вообще как бы это будет интересно для нашим твоим первую очередь фанатам вот узнать определенные игровые моменты и я бы хотел чтобы ты вот сейчас зашел на карту д мираж новую и показал вот основные моменты за defense с авп как правильно перемещаться вообще что ты вот в первую очередь делаешь какие твои позиции и вот может быть начальным игрокам да то есть снайпером или уже там более продвинутым то есть как бы который чтобы они сделали для себя какие-то выводы из этого видео что ты можешь такого-то интересного рассказать самая стандартная ситуация для снайпера который смотрит выход с медлата раска идти просто на респ либо стоять как я стою вот так ну и на выборах просто убивать либо залазить как все остальные делают залазить на ящик сюда это прием ям вот это да это прием ямы потом прикольная позиция типа на вот том ящике дали но вот это да но вот с него можно смотреть опять же таки я неожиданно довольно таки оповаясь за поповать на ковры и принимать еще языки перемычку очень мобильная точка очень интересно вот потом еще игра в окнах есть если есть хороший рест то можно сразу бежать развивать решетку если у вас не ца и мышка прыгает отлично то можно сразу лететь вот сюда ну или если вы еще прыгаете как игор мартелло так ну и залетайте если у вас получилось первым респом получилось шикарно залететь в окно можно сразу сконтролить потому что в любом случае будете первее терра который будет выходить я так понимаю еще очень важный момент когда у террористов не очень хорошая экономика да и у них нету а в п то можно спокойно играть тоже в окнах и контролировать получается весь мир за счет преимущества своего по внешне это определенные фишки вот с отстрелом подвала я так знаю что используя стандартная тема то есть и он и уже все видели скрывать нет смысла и если вижу что они пассивно работают здесь десятки я там могу там такую флэш дать потом обычную флэш с откатом и просто прыгали сразу убиваю подвал если никого нет то я иду там человека снайпера или кого-то там кто может чекать но и ухожу своим пацанам нахлпать смотреть выход с ковров или там если выход на бейдет то я очень люблю выходить зига идти зига отстреливать план особо по имя хлоповать да очень хотя и насколько знают из библиотеки но вот сокол у тебя хорошего там позиционно у меня нет особого преимущества потому что там ближний бой грубо говоря немного нычи где может террой запрятаться но если мне повезет и я хорошо буду стрелять в этой области как часто показал практика у тебя все-таки где везет частенько да здесь можно тоже свои кивы делать а вот как ты принимаешь бы если допустим у тебя ставят нас изначально точно бы тут есть какие-то определенные фишки все стандартно тут на самом деле все стандартно то можно кидать смог можно не кидать ну и просто аккуратно прочекать если там чужое выпил если его нет просто стоять на стрельбу что самое опасное для контра вот а вот который смотрит вот что-то состояние у самой неудобно чтобы сделать террористы как ты считаешь ну я думаю если террорист пройдет близко вот сюда за стенку ну и допустим будет авик вдали и там я допустим кто-то будет пропрыгивать я сделаю выстрел и меня начнет террорист давить сразу сюда и вообще будет плохо если он еще и не один это будет очень печально я отсюда конечно смогу уйти но все равно для меня все печально может закончить поэтому после размена я больше занимаю такие позиции где можно отстреливать одновременно и зиг и б если что очень кстати мобильная точка сверху вот это получается и могу сразу уходить ну я отсюда уже принял я понял но и завершение хотел бы чтобы ты зашел сейчас на какой-нибудь dm сервер и показал как нужно тренировать стрельбу чтобы на вот этих позициях четко делать свои минуса так посмотрим что у нас тут на инферно зайдем посмотрим могу на аимку зайти для вп хоть давай пожалуйста инферно ты такое что и что же все что тебе как бы для тебя что-то трени как ты тренируешь вообще от как у тебя лучше просто нормально народ здесь на самом деле я довольно редко все крысят и никого не убить невозможно у тебя вот и сотрю хорошо ну да вылезешь ну тут явно непоказательная я думаю я думаю да я думаю лучше на дм зайти тут все крысят что-то тебя прикрыл я так понимаю для снайпера очень важно вовремя остановиться вот чувствовать этот момент так и есть шикарные просто фраги ах не защит да даже не все на дм конечно тяжело вот с авп но я смотрю по именно именно на инферно ты все равно я смотрю по этим прикольно справляешься годы практик как и мать много 2010 11 в и и и и и и и Ребята уже тоже серьезно берутся, видят, что их тут жестко щелкают. Так, ну что, я на самом деле надеюсь, что твоим Егор фанатам понравится это видео, и если понравится, мы снимем обязательно еще. Буду рад. Все, давай, было приятно с тобой побыть.